Добрый день, друзья. Сходил на приёмку, взял 3 килограмма. Ну вот лампа. Ну её надо немножко восстановить, и можно будет пользоваться или продать. Вот, в принципе, там барашек надо, но ничего интересного. Космического корабля из неё делать не будем. Вот интересная вещь. Вот эти. 8 штук. Я не знаю, мне они что-то понравились. Они, по-моему, новые где-то валялись, типа инсталляции сделать. Куда-то подвешить. Такая вот. Философская какая-нибудь мысль. Вот должна где-то быть ещё пробочка от фильтра от противогаза. Мне просто нужна она была. Лежит без пробочки. Есть у меня противогаз, на всякий случай храню дома. Вот. Ну, где-то она, то ли в рюкзаке, то ли не вижу. Ну, опять же, цепочка интересная. Вот такая вот, неразъёмная. Перекусывать только, чёрт его знает. Вот я не знаю. Если как сделать инсталляцию и продать за миллион долларов, то это, а где-то продать как цепочку, ну, я думаю, тоже уйдёт. Может, знаете, вот делают катки, чё-ка там в баню воду раздёрнула, что хотя там обливают водой холодненькой. То есть, ну, я думаю, не знаю. Вот, сковородка низкая, длинная, непонятная ручка. Меня тут в январе брали опытом. Её за 200 рублей, надеюсь, продать. Можно 250 попробовать. Ну, вот 3 килограмма я взял, 120. Ну, вот если за 200, вот, плюс я. Ну, небольшой вышел. Что вот с этими, я не знаю. Вот мне они просто понравились, сами эти. Вот такие вот они. Ну, кстати, я видел старые, такие глини, ну, фарфоровые, там, глин, фаянсовые, продают в интернете. Насчёт таких не знаю. Вот. Как бы это не особо интересно. Так, сейчас. Никто не встать. Вот, попался вот такой диск. Он треснутый. Пилить им нельзя. Ну, и болгарки у меня такого размера нет. Зачем я его взял? Тут довольно много осталось алмаза. Ну, или его, скорее всего, называют алмазное. Там, может, и не алмаз какая-нибудь. Или бор, там, ещё что-то. Ну, это я не знаю. Алмаз не алмаз, но я пошворкал. Он металл шворкает. Что я хочу сделать? Порезать, допустим, вот на такие сегменты. Ну, вот трещина. Допустим, можно вот так вот. И вот здесь вот раз, как-нибудь ручка, чтобы шла. И получается здесь где-то 17 таких вот. Типа надфили алмазные. Да, он там не по дуге. Да, он как-то это. Ну, опять же, можно вот снутри вот он больше сточится, чем снаружи. То есть как-то его вот так. Ну, то есть не прямоугольный, а вот такая уж тень, форма. Ну, вот. И там где-то, допустим, в каких-то походных условиях подточить ножичек, ещё куда-то. Да, или просто бывает, надо что-то поковырять алмазом именно, шорохнуть. Алмазные надфили сейчас дорогие. Советские найти сложно и дорого. Китайские хуже. И это понятно, что здесь, скорее всего, другие требования к чистоте. Там, как сказать, к размерам, скажем, там должно быть одинаково. Хотя, я не знаю, ну, скорее всего, они же их не просто так насыпают, а закупают одного размера. То есть я не думаю, что он хуже, чем китайский надфиль. По итогу. А по цене вот, ну, сколько он килограмм весит. Вот плюс я видел, человек делал из диска алмазного ножек. Ну, вроде как неплохо резал. То есть можно сделать пару ножей. При желании. Либо, ну, еще куда-то. Просто плоский металл. Неплохой. Вот. Можно там отрезать и приварить какой-нибудь стерженекчик. Ну, вот тот же надфиль. Либо просто кусочком. Такой пластиночки. Ну, как-то еще. Это я еще до конца не знаю. Есть разные мысли. Может, разные сделаю. Ну, варианты. Чтобы вот раз такой вот, хоп, кусочки и положил с ножиком. Да, там это не идеально заточить. Но лучше как-то заточить, чем никак. Ну, вот. Такая вот мысль пришла. Решил попробовать. Думаю. Вот и взял за полтинник вот такую бутылку. Нержавейка, магнитная. Ну, дорого, конечно. Я как-то и за полтинник с пробкой брал. Она без пробки. Мне стало интересно, смогу ли я сделать пробку. В принципе, не сложно. Надо подходящую заготовку только и проточить в ней. Шаг резьбы сможет ли дать мне мой станок. Большой такой шаг. Вопрос еще. Ну, вот. Скажем так, стало любопытно сделать. Чем хороша удобная широкая горлышко. У меня вот круглые бутылки с узким горлышком. Чем плохо узкое горлышко, не видно, сколько воды здесь. Вот я раз и могу посмотреть, сколько осталось воды. Удобнее набирать в шар, ну, наливать. Пить без разницы особо. Вот. Ну, что-то думаю, возьму, а то не возьму. Потом домой приду, придет какая-нибудь мысль. Вспомню, что мне нужна для каких-то целей. Там еще что-то. Вот. Удобная вот такая форма. То есть, скажем, для похода не самый лучший вариант. Потому что, ну, чем проще форма, тем она компактнее. Тем она удобнее. А вот для, скажем, такого... Ну, в город пошел с собой, взял там, не знаю, на тренировку. Если вы куда-то в спортзал ходите. Еще что-то... Помню, я на учебу брал. Тогда я у меня еще гриб был чайный. Я постоянно с этим чайный гриб в бутылки возил. Ну, то есть, вот такой вот. Можно попробовать сделать алюминиевую крышку. Там, допустим, в нее какую-нибудь, там, не знаю, патрубок, чтобы... Можно было шланчик, типа, в костер кладешь, вода испаряется, там, через шланчик и встывает. Ну, это уже какие-то такие, ну, у меня, типа, походный дистиллятор. Ну, я не думаю, что это... Ну, что я буду это делать, что оно мне сильно надо. Ну, вот простую крышку, я думаю, смогу сделать. Когда руки дойдут. Вот. Ну, вот такая вот сегодня покупки. Ну, хоть не с пустыми руками. И получается 170... Ну, вот сковороды, я надеюсь, в ноль выйти. Лампы, я не знаю, там этого не хватает. Карнштейн у меня есть, похожий. Но не такой вот, я не знаю, подойдет он или нет. Потом, по-моему, вот оватишь и хранится надо глянуть. Если подойдет, то будет хорошо. Тогда можно будет скинуть. Ну, провод есть там, заменить. Ну, и можно будет скинуть за какую-нибудь сумму. Вот. Ну, а вот эти вот весельки там как-нибудь что-нибудь... О! Теперь надо подумать. То есть художественное... Шуть ее... Где-то их повешите, Вот такие вот дела. Ну, опять же, я еще подумал, знаете, что... Снаряги никогда не бывает много. Потому что вот товарищ собрался в Крым. Чуть в мое сердце, что... Половина его снаряги... То есть у него вообще ничего нет. Половина, видимо, если соберется, это будет мое... Отдал животное... Соответственно... Как-то, ну... Не оставаться летом же, там, не знаю, без фляги или еще что-то. А так, да, вот тебе фляга, вот тебе... Хотя фляга, ну, не самая нужная, ну, посмотрим... Еще, может, не соберется, может, несколько лет собирается с палаткой на море. Ну, вот... Вот... Напишу, палатка у меня... Там есть одна, не очень... Которую мне жалко. Вот, ну, такие вот дела. Поэтому... Лишним, я подумал, не будет бутылка. Ну, и вот эти надфильки, что-то для тех же походов... Чик, вот он... Хоп-хоп... Положил, и пускай, ну, как говорится, с каждым ножом где-то лежит в каждом чехольчике. И, говорится, не жалко, если их 17 штук разделить на 40. Так, если 20 на 40, это 2 рубля. Ну, пускай, 3 рубля. Так, еще и деньги с диска, может, что-то пригодится. Вот такая вот... Можно еще, смотрите, сразу скажу, но вот, мне кажется, она не подойдет. Но, опять же, я к тому, что... Кто-то тоже лазит на приемки, на блоши на рынке. Что где-то купить, если по случаю. Ну, взять стекло. Ну, или вот та же плоскость вот этого. Ну, выложить их последовательно. Залить эпоксидкой. Получаем брусок. То есть, где-то здесь сантиметр, если 17, то это вот. Такой вот. Брусочек. Уже что-то можно там, не знаю, для какой-то предварительной грубой обдирки, чего-то может быть. Вот. Опять же, если есть сварка, аргон, тоненькую, чтобы сложили. И торец. Ладно, ну, или заднюю. Не, ну, лучше тогда... Ну, короче, вот много всяких вариантов, как сэкономить. Так что, вот такие дела. Благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok